И все, привет, ребят, с вами StarValky, и сегодня записываю новый ролик. В сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня мы вместе с вами будем тестировать одну замечательную пушку, которая называется, как правильно называется, рельса. Та самая пушка, которая была еще меньше недели назад в ужаснейшем балансе, а уже сегодня она показывает очень интересные результаты и динамику, которую я лично на этой пушке не привык видеть. Сегодня мы вместе с вами покатаем на Викинга рельсе с устройством Scout. Именно это устройство я тестировал на одном из стримов и был, ну можно сказать, поражен тем, что показала эта безумнейшая рельса со скаутом. Хотя изначально я заходил на ней, когда только-только, можно сказать, вышло обновление с обновленной рельсой. Я зашел, стрельнул пару-тройку раз, подумал, ну как-то такое себе, ну как-то не очень жестко, как-то, ну, громчик поинтереснее был. А потом зашел в дмочку, надел рельсу, скатал катку и офигел. Очень сильно непривычно играть на этой рельсе. Сейчас, если мы прогрузимся в бой, надеюсь, никаких лагов у нас не будет. Очень сильно, надеюсь, то, что все будет четко. И когда я зашел, когда я начал накидывать рельсы, я офигел, во-первых, от того, насколько быстрая перезарядка стала у скаута. И эта перезарядка, по ощущениям, стала даже быстрее той перезарядки, которая когда-то была уже на рельсе, когда мы еще играли с хорьками, когда хорек был в мете, и мы играли на хоре рельсах. Был такой один небольшой промежуток времени, когда это дело работало. Но сейчас, с такой перезарядкой, если у противника не будет резистов от рельсы, я думаю, что против средних легких танков можно очень жесткую грязь давать на этой рельсочке. Ну и под Викингом, под овердрайвом, она обретает просто нереальнейшую скорость от рельса. И у меня в моментах там, ну, было такое ощущение, когда я на ней играл, как будто я на каком-то чите, знаете, даю там просто безумно быстро летят рельсы, и ты даже не успеваешь переводить прицел на противников. Поэтому посмотрим, как сейчас у нас получится. Меня что-то только в бой не бросает, поэтому давайте я попробую сейчас обновиться. Очень сильно надеюсь, что меня сейчас загрузят, и не будет никакого тут лага с загрузкой, и я никуда не попаду. Поэтому давайте обновляемся. Ну и я надеюсь, что... А, мы, походу, даже уже сразу в бой грузимся, да? Если у меня идет сразу загрузка, да, мы уже прогружаемся в бой. Прикольный матчмейкинг, что я пикнул катку, а по итогу сразу уже запикивался в бой. Так, что у нас по карте? У нас ОСА, ТДМ-очка, мы летим. Летим в минус 20. Наша задача очень простая, камбэкнуть. По дрону у меня здесь бустер, не знаю, сказал я или не сказал. Давайте попробуем занять какую-то более жесткую позицию для накидки урона по противнику. Перезарядка у нас очень быстрая. Поэтому нужно стараться как можно дольше жить. Да, все максимально просто. Долго живем, много накидываем. И стараемся выиграть эту каточку. Можно где-нибудь такую кемперскую позицию, средненькую, принимать. 2000 урона по противнику залетело с одной рельсы. Также плюс этой рельсы, например, по отношению к грому. Это то, что вы с рельсой, вне зависимости от расстояния, можете накинуть плюшку. И она пройдет с максимальным уроном. А на громе с расстоянием у вас, например, урон падает. У гаусса с расстоянием урон падает. Ну и у многих вооружений оно падает. А здесь у вас есть возможность играть и на ближней дистанции, и на большой дистанции. И средненькую развивать. То есть здесь можете комбинировать, можете разваливать. Очень, конечно, мне лично непривычно такая быстрая перезарядка у этой рельсы. Можно будет также попробовать, если интересно вам будет, попробовать потестить другие устройства на рельсу и с другими корпусами. Но вика рельса со скаутом, мне кажется, что очень жестко сочетается именно с викингом. То есть скаут, рельса, викинг. Это прям бомбовая вещь. Но нам еще пока что надо дождаться нашего овердрайва и уже пробовать его реализовывать. Потому что самая интересная вещь происходит именно с овердрайва. Мы поднимаем, кстати, новую званочку. Поздор-поздор, как говорится. 269-я легендочка у нас становится. Овердрайв на центре падает, но у меня сейчас у самого будет сотка. И я ее хочу уже воткнуть, если честно. Давайте просто втыкаем. И раз, два, три, четыре. Вот это, вот это безумие просто. Вот это, вот видите, насколько она быстро накидывает. Тут просто, если собирать пачки противника под эту рельсу. О, мне криты раздали, супер. С критами здесь тоже можно неплохо накидать. Если собирать хорошее количество противников, с этой вика рельсы можно дать, ну в тайминг, ну я думаю, что килов 15. Да, то есть если это будет большая карта какая-нибудь, какой-нибудь дюсик там в виде демки. И вы попадете в нужное место, можно прям очень жестко накидать. Вот у меня есть ощущение, как будто вот вы с этой рельсой на каком-то чете. Да, и я в моментах, по ощущениям, даже не успеваю за этой рельсой. Да, то есть она настолько быстрая, быстрая перезарядка и вообще как она работает, да. То, что с той игрой, которая у нас была до этого, это максимально непривычно. Да, то есть видеть именно такую быструю рельсу. Ну и в целом она может дать очень хороший результат. Прям очень хороший результат. С бустером я думаю, что ее использовать намного выгоднее, чем с кризисом. Потому что здесь как раз-таки на такой рельсе нужна броня, чтобы у вас была. Поэтому, ну наверное, лучший дрон. Наверное, лучший дрон для реализации этой викинга рельсы именно бустер. Можно, конечно, попробовать и ловкача, но тогда у вас не будет дополнительного буста по ДДшке. И как она будет работать без дополнить? Офигеть, я не забрал овер. Жесть, меня сбил кто-то прицел. И я уже мысленно его забрал, а на самом деле он у меня еще не забрался. Ну ладно, ничего страшного, 50% овердрайва уже есть. Это мы накидываем. Мы, кстати, летим до сих пор в этой катке. Мы летим при том, что, ну не сказать, что жестко. Но, чтобы камбэкнуть, здесь должны уже звезды сойтись. Чтобы мы камбэкнули эту катку. Противник накидывает тычки. Уничтожает наших тиммейтов. Отрыв 20 киллов. Да, и похоже мы эту каточку уже, к сожалению, не камбэкнем. К сожалению, не камбэкнем. Так, еще одну рельсочку хорошую выдаем. Стараемся жить. Но меня уничтожают. 17 киллов отрыва. 22 киллайва сумел дать. Давайте, я думаю, что мы сыграем сейчас еще, ну каточку. Какую-нибудь цепешечку, например. Я просто хочу чуть-чуть пару овердрайвов прожать. Если бы сейчас бы я еще бы овер бы прожал бы, тот, который я должен был подбирать. То, в принципе, может быть этого и было бы достаточно. Но я хочу попрожимать прям контентовые овердрайва. Давайте сразу жмем. Сейчас мы каточку иначе проиграем. Прожмем хоть что-то. Чуть-чуть покидаем 4 танка противника. Ну пойдете, пойдете, пойдете. Четверочка тоже контент. Тоже работа. Но катка, к сожалению, у нас слитая. К глубочайшему, к сожалению. Ой-ой-ой, хорошо. Диктатор мне оверочку дает. Это очень хорошо. По средним танкам, конечно, потяжелее уже, если они используют аптечки и всю расходку прожимают. Но за счет этой быстрой перезарядки, за счет викинга, я думаю, что реализация всегда будет очень жесткая. Что мы здесь дали? 30 киллов. Неплохо. Пойдете. Пойдете 30 киллов. Для такой катки я считаю, что это очень неплохой результат. Ну и давайте пикнем цепашечку, если нас закинет и если ничего сейчас не залагает. И попробуем там. Тоже реализацию этой комбинации показать. Желательно, чтобы это было... Опачки! Только я хотел сказать, желательно, чтобы это была большая карта и нас накидывает на дюсель. Это просто бомба. Так, задача у нас максимально простая. Мы... Накапливаем овердрайв. Пушим к респу. И стараемся на респе. Дать как можно больше противников. Здесь еще падают боковые оверы, это очень хорошо, я кстати думал, что они здесь не падают, они оказывается здесь выпадают, и теперь мы подбираем овердрайв, было бы вообще неплохо взять этот овер, запушить в тот овер, ладно, я вижу, что противник открывается, я вижу, что он открывается, мне конечно сбивает прицел гром, я даю всего лишь 3, гром очень жесткий против этой рельсы, прям безумно жесткий, Он так сильно может контрить, и вот сейчас я там 2 рельсы просто промазал за то, что мне гром сбивает, у него очень большую сделали силу удара, и я уже записал видос с громом, но я не говорил про эту силу удара, можете тоже себе, как говорится, в блокнотик записать эту информацию, и знать, что рельса против, ой, рельса гром против рельсы, очень хорошо работает, и можно тоже контентить этот момент, Так, ну и давайте, наверное, пока что ждем еще один овер, потому что первая реализация у нас не получилась хорошая, и, короче, играем по такой схеме, если я забираю эту оверку, я вжимаю овер в ту оверку, и стараюсь быстро бежать забирать ее, то есть мы играем по такой схеме, играет чисто в овердрайв, и на бабки, посмотрим, что у нас из этого выйдет, если получится набрать хорошие цифры, то будет вообще супер, Поэтому просто на пассивичах ждем оверку, надеюсь, что у меня эту оверку не отожмет, вот этот, например, замечательный молодой человек, что оверка уже сейчас будет падать, и мы сумеем ее законтролить, так, противник с резом какой-то, Критов тоже довольно много вылетает, поэтому против резистов можно тоже очень комфортно себя чувствовать, так, что мы делаем, блин, как-то очень, очень сильно шатает корпус, мне прям максимально непривычно, когда так сильно разбалтывает его, так, второй овер падает, и наш тиммейт его просто забирает впустую, хорошо, Едем на тот же самый спот, там противник неплохо подлетал, под эти позиции, и попробуем сразу вжать овер, посмотрим, что из этого выйдет, посмотрим, сколько противников мы унесем, Открываемся сразу под мамонта, и сейчас будем, я думаю, где-то в моменте выжимать овердрайв, если, конечно, в этом будет, блин, необходимость, была необходимость, можно было сейчас бомсануть, неплохо, но я чуть-чуть провтыкал, и чуть-чуть, к сожалению, не успел, не успел, господа, ладно, давайте попробуем сейчас вот этого шафта забрать, и после того, как мы его заберем, уже попробуем как раз, И реализовать наш овердрайв, так, оп, давайте тут, полетела сарделька, два, три, но три маловато, три маловато, три очень мало, ну, где-то ловить тайминг надо, ну, а тайминг я могу поймать чисто, если только открываться под рез противника, под рез пик тоже не так жестко, можно открыться, ну, ладно, сейчас будет еще один овердрайв, У нас будет попытка еще одна реализация, титанчик ставит купол, я надеюсь, что этот купол он, а вот, овердрайв как раз таки падает, сори, брат, я чуть-чуть оттолкну, чтобы забрать 100% овердрайв, так, хилочку я получил, ну и попробуем, попробуем влететь, В общем, очень плотно принимают типочки, здесь на фланг мне даже и проехать не дают, ну, душнилые такие играют, прям конкретные, но, вроде как, приезжаем, хорошо, ну, и сейчас попробуем здесь овердрайв бэмсануть, посмотрим, что получится у нас из этого, есть там линия какая-то, а там линии нету, на линии никого нету, на линии никого нету, к сожалению, бэм, противник, кстати, тоже на рельсе со скалтом, Ну, ладно, если здесь на линии никого нету, тогда нам надо идти и центр ловить, по-другому я не вижу возможности реализации здесь викинга, я думал, что можно будет респ ловить, и с респа здесь накидывать, но противник под респ особо не открывается, соответственно, у нас прям супер возможностей реализации овердрайва, к сожалению, нету, я еще и под шар подставился, Надо где-то искать больше противников и вжимать туда просто овер, 15 киллов, я как-то думал, что здесь поинтересней пойдет у нас, если честно, думал, что здесь прям будет очень хорошо залетать, но пока что нам особо сильно не везет, ну, наверное, это больше ошибка, то, что я сейчас сейвлю оверку, да, то есть лучше всего ее сразу прожимать и стараться накидывать по противнику, да, то есть толку от того, что вы держите долго овердрайв, Овердрайв особо много нету, потому что при любом раскладе, вот вы теряете время, вот я, например, мог прожать эту оверку раньше и дать, например, там 2 кг, да, только у меня бы уже к этому времени было бы где-то, наверное, процентов 50 овердрайва, а вот у нас еще и, кстати, овердрайв, ладно, тогда ничего страшного, терять часа на дроповых оверах, буду играть, то, в принципе, пофиг, на дроповых можно и так работать, так, ладно, выжимаем овердрайв, главное, чтобы меня сейчас не набрели, Накидочка, накидочка, добавочка, хорошо, еще добавил туда, отлично, пойдет, 26 килов, 26 килов, пока что неплохо, пока что неплохо, но против, вот видите, трипл шафт тоже играет, трипл шафт тоже очень сильный, 24 килова у него, это тоже очень хорошая пушечка стала после обнова, ну попробуем, посмотрим, умею ли я, например, в рамках такого боя дать больше килов, чем тип на шафте с триплетом и с аресом, арес здесь на дюсике, кстати, тоже очень много килов может давать, Поэтому пробуем, пробуем, нифига себе, мне тиммейт уже хочет слить, ой-ой-ой, рельса овердрайв жало, рельса с чем там, киллер, 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 а, крупнокалиберка, да, или это вестник смерти, не знаю, что это за устройство, походу вестник смерти вроде, Которая за килл моментально перезаряжает рельсу, но я бы не сказал, что она, наверное, жесткая, скаут выглядит поинтереснее, посимпатичнее, можете, кстати, написать по поводу других устройств в комментариях, Есть ли смысл что-то другое протестировать, есть ли у вас интерес к этому и, по вашему мнению, какое вообще самое жесткое сейчас устройство на рельсе, Потому что я, кроме скаута, ни на чем не играл, но и по той информации, которая у меня лично имеется, скаут смотрится сейчас намного жестче, чем любое другое устройство, так ли это или не так, напишите в комментариях, ой-ой-ой-ой, блин, чуть овердрайв не просрал, я это думаю, что-то как-то типы там сфокусированы на эту точку, так я и подумал, что, скорее всего, сзади у меня лежит оверка, Так, ну и нам надо реализовывать овердрайв, при том, желательно его сразу реализовывать, прям сходу, бэмсануть его контентово, да, это весьник смерти сразу после пила у типа, ну, рельса быстро перезарядилась, но такое устройство, спорное довольно, довольно спорное, я бы не сказал, что оно прям будет супер актуальным в нашем замечательном очевидении, Как долго типы открывались под точку, я всего лишь дал 2 кила, ну ладно, ничего страшного, по сути, я могу здесь от овера до овера тянуть свой овер, а не так быстро прожимать, но главное, чтобы я в тот момент, когда падает оверка, был на фланге, и мог его забрать 100%, А то если я его не буду забирать, то и смысл от этого прожатия, ну, такой себе, либо не прожатия, такой себе, если я, в принципе, вжимаю, то уже пойдет, процент у меня копится, уже не так плохо, А если я буду долго держать, не прожимать, а потом бах, падает оверка, а у меня нет возможности ее забрать, то есть я теряю очень много времени, поэтому лучше, наверное, та же так, быстренько забирать ее, так, оверка начинает падать, и там как раз 3 противника открываются, надеюсь, что у меня никто овердрайв не стырит, Ой-ой-ой-ой, страйкер, давайте сразу вжмем, пробуем, 3 килла успел дать, и викинга молот вжимает тоже в меня овердрайв, пойдет, 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 тут в принципе, вот как я и сказал, что здесь главное вжимать быстро овердрайв, То есть здесь особо нет такой важности с овера там дать 8 киллов, да, то есть это, конечно, круто, когда вы можете дать большое количество киллов с овердрайва, но нужно понимать, что возможности реализации таких моментов у вас не будет много, да, и долго-долго-долго держать, держать, держать этот овердрайв, это не рентабельно, это не актуально, и это неправильно, Поэтому лучше быстро прожать, пару-тройку киллов дать и двигаться дальше, здесь в принципе с таким небольшим количеством резистов от рельсы можно даже и просто выстрелами накидывать тоже очень жесткие плюшки и уничтожать противника, так, там шарик начинает лететь, шарик это очень плохо, сразу я откаточку делаю, потому что сейчас он долетит до сюда, офигеет, За счет шара, конечно, на этой карте можно очень много киллов дать, если бы я бы сейчас на этой карте играл бы на аресе, я думаю, что моя бы реализация тут тоже была бы очень и очень вкусная Так, Хантер кушает меня до конца, я его не сливаю, а сейчас падает оверка, бог ты мой, ай, как обидно, когда падает оверка сразу же в тот тайминг, когда вас уничтожают, ну, в принципе, я и ожидал, что она будет падать сейчас Да, ее забирает противничек, кто ее забрал? Не знаю, кто забрал, но уже плохо Так, ну и у нас по катке здесь тоже все плохо, мы сливаем, не сказать, конечно, что мы без шансов сливаем, по идее у нас какие-то шансы здесь на камбэчную могут быть Ну и, блин, сколько же противников на центре открывается, сейчас бы была бы у меня оверка, можно было бы столько киллов себе плюсануть А так, без оверки, летя на респ, конечно, реализация не будет у вас прям супер жесткая Так, здесь рельс сам не сбивает, хорошую тычку сквозную даем, добавляем, добавляем и еще добавляем, нет, не добавляем 40 точек у противника, у нас 30-ка, летим, сквозная, кстати, у скаута, ну, такси не очень проходит, моментами вообще не залетает 900% овердрайва, было бы очень неплохо, если бы я сейчас накопил бы свой овер, прожал бы его и забрал бы еще бы один овердрайв, потому что совсем скоро будет падать еще один овер Поэтому было бы очень круто, если бы этот момент бы реализовался, но нам надо для начала слить вулкана Хорошо, вулканчик слит, хорошо, бомбочка, дашки у меня, к сожалению, нету, дашка есть дроповая, но и также есть овердрайв у меня Прожимаем течку, чтобы кулдаун, ой-ой-ой, шарик, 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 аккуратно Хорошо, дашка есть, все есть, овердрайв падает, я вжимаю свой овер просто для того, чтобы забрать овер Никто у меня его не отожмет, хорошо, и там, кстати, есть на другом фланге еще один овердрайв Есть шанс, может быть, запушить еще в него Давайте попробуем, а, нет Ну, хорошо, 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 пошло, 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 вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, шестерочка Вот это уже поинтересней, вот это уже поинтересней, 55 киллов Так вот, вот такую можно реализацию показать, но это уже более-менее, более-менее хорошая реализация овердрайва С неплохой накидкой, но, к сожалению, каточку мы, конечно, здесь сливаем, сливаем, сливаем Ну, ладно, пойдет, пойдет, главное тут показать максимум на нашей рельсе Может быть, даже сейчас еще получится эту каточку камбэкнуть Офигеть, я там рандомную рельсу попал Надо законтролить еще один овер, как минимум Забрать его, попробовать бомсануть Под конец катки, как раз, может быть, удастся ворваться в камбэчную Ворваться в камбэчную было бы очень неплохо Под овердрайв последний Сделать ветреный врывчик Я считаю, что это было бы очень успешно У рельсы, кстати, тоже что-то сплэш-урончик Прям такой вкусный, вкусный Ой, не сплэш, а сила удара тоже такая хорошая Так, ждем овердрайва Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Это, конечно, я не ждал Я ждал овердрайв, который будет падать сверху А не тот, который будет вжиматься в меня Так, и оверка начинает сразу в этот же тайминг падать Печально, печально, очень печально 50% овердрайва у меня есть Противник, кстати, не едет забирать оверку А, другой забирает, да? Или не забирает? Или не забирает? А, и забирает Ладно, хорошо, хоть слили их Все-все-все до конца И последняя точка А, ну мы проигрываем Еще есть досрочка Но в целом По рельсе Блин, ну это безумная вещь Это просто безумная вещь На Вика рельсочки Теперь можно контентить Как вы видите Ореса шафт противника тоже хорошо накидал Очень хорошо накидал Но Я думаю, что там большее количество киллов Именно за счет Ореса шара Да, но у нас в принципе Викинг тоже Ну Интересная комбинация Что одна, что вторая Ну и Берите себе на заметочку Данную контентовую Вика рельсочку Рельса полноценно вернулась В баланс И на втором канале Я думаю, что На том самом майорчике На котором К слову Упал кризис Кризис упал Мы тоже на рельсочке Будем бэмсить Смотреть Разные устройства Как они будут работать И насколько Жестко они будут работать Поэтому Если вы вдруг Не подписаны На второй канал Ссылочка В описании есть Обязательно Тоже подписывайтесь Поддерживайте видос лайком Подписывайтесь И на этот канал Нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать новые видеоролики Пишите в комментариях Что вы думаете По поводу этой рельсы И по поводу Других устройств на рельсу Возможно Хотите что-то увидеть В ближайшее время На тестик Ну и У меня на этом все Спасибо всем за просмотр Всем удачи И всем пока